Уважаемые коллеги и дорогие товарищи, позвольте поприветствовать вас на нашей конференции, которая носит название «Зюганов, Грудинин, Кумин. Принцип социализма в действии». На нашей конференции присутствуют председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции в Государственной Думе Зюганов Геннадий Андреевич, директор совхоза имени Ленина Грудинин Павел Николаевич и кандидат мэры Москвы от КПРФ и Левопатриотических сил Кумин Валентинович. Пожалуйста, слово Геннадию Андреевичу Зюганову. Я рад вас приветствовать, но не просто Грудинин Павел Николаевич, директор, это наш кандидат президента. Павел Николаевич Грудинин, это наш кандидат президента, который подготовил на базе программы «День шагов достойной жизни, выработанной патриотическими силами» программу «20 шагов поддержки каждого гражданина в это кризисное и сложное время». Поэтому я вообще хочу вас поприветствовать в штабе. Мы здесь впервые и рады, что наш кандидат мэры Кумин Валентинович снял такое чудное место, и мы имеем возможность провести пресс-конференцию, в основе которой лежит справедливость и социальные идеи социализма, дружбы, братства и равенства народа. Я обязан вас сегодня поздравить, у нас сегодня уникальный праздник, называется «Медовый спас». Вот обратите внимание, этот мед уже с лучшей пасеки нашего уникального хозяйства, солхоза. Вот там есть проба, которую потом снимем. Так что, если даже будут горькие и сложные вопросы, у нас есть в конце возможность это дело поправить за счет уникального, великолепного праздника. Через несколько дней отметим и «Яблочный спас». А между этими праздниками 20 лет назад, 17-го, был черный понедельник, исполняется 20 лет дефолта. Дефолт – это был страшным потрясением, последствием той бездарной преступной политики, которую ельцинская команда, а точнее режим проводил, экспериментируя с нашей стороной. Тогда обвалилось все – хозяйство, финансы, наступила массовая безработица, обесценились все вклады, потеряли работу каждый четвертый человек. Ситуация была просто катастрофическая. Валовый продукт России сжался до того, который производит белье. Но, казалось бы, из той сложной ситуации можно было бы сделать выводы и легко выбраться, потому что у нас был уникальный опыт работы народного правительства Примакова, Маслякова, Герасченко. Это было первое правительство патриотическое, которое приняло нашу программу и которое ее реализовывало. В тот год, вдумайтесь, мы дали в промышленности плюс 24%. Отток валюты через месяц ократился вдвое. Цены на лекарства и основные продукты стали стабильными. Что касается горючих смазочных материалов, ни одна бензоколонка не повышала. Банкирам их сейфы и валюту считали утром и вечером. Ситуация стала на глазах выправляться, и страна заявила полный голос, что рейс новый. Это жутко не понравилось окружению Ельцина. И через год они снова ползли в эту колею. Мне казалось, что Путин вылезет из этой вороватой, страшной колеи, по которой гнали нашу державу. В начале первое его послание как раз свидетельствует об этом. Что касается последующей практики распродажа земли, введения в образование ЕГЭР, Сердюковские издевательства над армией, проведение реформы, в которой тогда в науке отняли 600 лучших институтов, и спад валового производства за последние 5 лет почти на 8%. К этому сейчас присовыкопилась так называемая людоедская пенсионная реформа. Поэтому мы не случайно подготовили 10 шагов достойной жизни, скорректировали эту программу, ее рассматривали на Орловском международном форуме, и на встречу у Павла Николаевича с руководителями всех ведущих народных предприятий. Это послужило базой той программы, в которой подготовил наш кандидат Кумин Вадим Валентинович, идя на пост мэра города Москвы. Я бы хотел попросить Владимира Валентиновича представить основные идеи этой программы. Мы вступили в последний месяц предвыборной эпопеи. Я считаю, что московская наша команда проводит энергично эту кампанию, и надеюсь, что у нас будет хороший результат. Спасибо, Геннадий Андреевич. Дорогие друзья, спасибо, что собрались в нашем штабе. Сегодня мы подводим итоги предварительного этапа нашей кампании и переходим в наступление, которое будем осуществлять весь август, начало сентября, для того, чтобы достойно выступить и победить на этих выборах. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить Коммунистическую партию Российской Федерации, Союз Левых Сил, которые поддержали мою кандидатуру, а также партию Альянс Зеленых, кандидат которых Закандырин Александр снял кандидатуру в пользу кандидата КПРФ Кумина, и движение Моссовет, которое выступило единым фронтом. Это активисты Москвы, которые борются, каждый по своему направлению, то, что их наиболее задевает и угнетает в Москве. Это и обманутые дольщики, и те, кто борется против транспортных новаций правительства Москвы, экспериментов и экологи, и другие общественные деятели, которые единым фронтом выступили в поддержку кандидата от КПРФ. Мы подготовили коллективно программу, которая называется «План Вадима Кумина. 12 шагов мэра-социалиста». Мы говорим о том, что вместо того, что предлагает правительство Москвы, а фактически правительство Москвы сегодня ничего нового не предлагает на этих выборах, вы знаете лозунги правительства Москвы, что еще лучше, еще тише, чище, еще зеленее и так далее. Фактически нет никакой повестки новой дня. Мы предлагаем совершенно новую повестку дня, которая называется «Москва – это люди». Мы считаем, что Москва – это не бизнес-проект, и мы против коммерциализации в Москве во всех сферах основных нашей жизни. Мэрия ведет по пути коммерциализации и градостроительной политики, и транспортной политики, и медицины, и здравоохранения, и образование везде идет полным ходом, коммерциализация, вытеснение общественной медицины, общественного образования, и замена это все платными услугами населению Москвы. Вот мы против такого курса, мы считаем, что это тупиковый путь для Москвы, и мы предлагаем другую программу уйти от того, чтобы копать здесь, и закапывать деньги в асфальт, и перейти к тому, что действительно волнует москвичей. Это качественное образование, качественная медицина, качественная социальная помощь, и социальные аспекты деятельности мэрии – это то, что наиболее сегодня волнует москвичей. Им нужна помощь сегодня, а не то, что мы называем мегапроектами и проектами украшательства. Таким образом, мы подготовили программу, которая базируется на наших встречах с избирателями. За это время, за два с половиной месяца активной нашей работы, штаб провел около ста встреч в разных районах города. Мы провели по направлениям встречи, мы познакомились с совершенно дикими явлениями, которые происходят в нашем городе. Например, мы имели встречи с жителями общежитий городских, которых ни много ни мало 35 тысяч человек, и которые являются в полном смысле мертвыми душами. Мы вот на круглом столе демонстрировали паспорт, где просто нет ничего. Это пустой паспорт с регистрацией совершенно, соответственно, ни сами эти люди, ни их дети не имеют вообще никаких прав в Москве в 21 веке. Не могут устроить ни в школу, ни в детский сад, никуда. Фактически нет ни в институт. То есть эти люди просто вычеркнуты из жизни. Это реально мертвые души 21 века. Причем этих мертвых душ заставляют платить за ЖКХ, за газ, за свет. Здесь Москва берет свое, что называется, плати, даже если тебя нет. Вот какая ситуация. В противном случае начинаются отключения, начинаются злоупотребления. И мы считаем, что в 21 веке это невозможно. Это следствие политики мэрии, которая не сотрудничает с москвичами. Сегодня сотрудничество заменено некими порталами, которые дистанционно общаются с москвичами, активными гражданами, которые модерируются. Но реального диалога ведется очень и очень мало. И мы за то, чтобы сотрудничать с жителями Москвы, мы за то, чтобы мы друг друга слышали. И новая мэрия будет эту политику ставить во главу угла. Мы считаем, что сегодня мы демонстрируем будущее Москвы, которое мы видим как Москву, которая заботится о своих гражданах, которая реально находится с ними в сотрудничестве и в диалоге. Это то, что нам сегодня не хватает. Фасады красивые, но за фасадами, дорогие друзья, тысячи нерешенных проблем и сотни тысяч и миллионы очень печальных судеб, о которых никто ничего не думает в сегодняшнем мире. Все правительство Москвы занято мегапроектами, на которых очень удобно себя чувствовать, результаты которых видны. А вот работа с людьми – это менее благодарная работа, на которую дынешнее правительство не готово. И мы считаем, что в этом составе оно не сможет изменить курс. Мы за то, чтобы курс менять. Я хочу в двух словах остановиться на нашей программе. Первый пункт и самый главный – нет пенсионной реформы. В Москве такой пенсионной реформы не будет. Мы об этом заявили с партией официально. Я обратился как кандидат в мэры с открытым письмом к председателю правительства, где четко заявил, что не бывает такой пенсионной реформы в Москве, что Москва найдет возможность противостоять этой реформе, что Москва ее не поддержит. И мы здесь выступим против федеральных властей. Одна из наших главных посылов и лозунгов этой кампании – работать на москвичей, а не на Кремль. Вот наш главный пункт, который мы ставим во главу угла. И мы будем защищать твердые интересы москвичей в том случае, если политика федерального центра губительна и вредна для города. Здесь не может быть никаких компромиссов. Мы всегда будем на стороне жителей Москвы. Второй пункт, очень важный нашей программы – это остановить коммерциализацию, как я сказал выше, системы здравоохранения, образования. Мы считаем, что здесь вообще идет все это не туда. Нужно повернуть в сторону того, чтобы врач занимался пациентом, учитель занимался учеником, а не занимались они писаниной, и не переходило это все в пользу коммерческих фирм, которые ждут на готове подхватить эти услуги. Дальше. Мы считаем, что неправильно ведется тарифная политика в области ЖКХ. Мы считаем, что здесь много есть над чем подумать. Мы считаем, что нет никаких оснований для увеличения тарифов. Например, единый транспортный тариф за время управления этой мэрией Сергея Собянина вырос с 30 рублей до 55. Это в два раза за пять лет. Мы считаем, что нужно развивать общественный транспорт. Тариф должен быть 25 рублей. Точка. Дальше. Программа реновации, за которую голосовала партия в Государственной Думе, превратилась сейчас в коммерческий проект. Мы голосовали не за это. Мы считаем, что если провозгласили правильную программу реновации, то туда должны войти действительно дома все, которые нуждаются в того, чтобы жители были расселены, а не выборочно. И второе, под полную ответственность города, а не передача коммерческим фирмам, которые видят на этом только бизнес и ничего больше. Мы считаем, что город должен взять стопроцентную ответственность, создав соответствующую управляющую компанию со стопроцентной собственной городом. Дальше. Мы считаем, что в Москве ликвидирована наука и промышленность. Фактически в этом поставлена точка за 25 лет. Мы будем требовать восстановления научного и промышленного потенциала Москвы. Очень важный пункт у нас это платные парковки. Мы считаем, что здесь происходит совершенный беспредел. Сегодня платные парковки совершенно недоступны для москвичей. Фактически автомобилистам объявлена война. Вместо этого мы требуем развивать общественный транспорт на основе контроля над тарифами. И платные парковки за пределами Садового кольца необходимо убрать в полном объеме. И восстановить программу «Народный гараж», которая мэрией доведена до абсурда. Они сделали следующую вещь. Они начали повышать цены на аукционах. И венцом явилось то, что в одном из спальных районов гаражное место было куплено за 5,6 миллиона рублей. После этого программа была похоронена. Я думаю, что они сами это купили для того, чтобы похоронить программу. Мы считаем, что программа «Народный гараж» – это реальная альтернатива платным парковкам, которые разрастаются просто как опухоль за пределы Садового кольца. Мы требуем убрать все парковки вне пределов Садового кольца. Вот наша программа «12 шагов» – она прообраз того, как должна работать мэрия, будущая мэрия, следующая мэрия Москвы. Мы эту программу делаем в сотрудничестве с москвичами. Она – живой организм. В результате встреч и общения с жителями она корректируется. И главная наша цель – слышать москвичей, сотрудничать с москвичами. И главная мысль программы – Москва – это прежде всего люди. Москва – это точно не бизнес. Это не бизнес-проект. Вот основные пункты нашего предвыборного плана и плана действий мэрии Москвы на следующие пять лет. Большое спасибо. Спасибо, Вадим Валентинович, убедительно, конкретно, ярко, сугубо прагматично. Поэтому благодарим вас за лозунг «Мэр» для миллионов, а Москва – это прежде всего для людей. Кстати, и в целом в стране это должно быть главным лозунгом. Хочу вам напомнить, что после дефолта и прихода правительства Примаково-Масляково-Герасченко было принято три исторических решения. О, сразу почувствовали. Антикризисный план, который позволил стране вылезти. Оно уже свесило ножки в пропасть. Второе решение было принято. Создан бюджет развития, фонд развития, который позволял. Третье – закон о народных предприятиях. Народных предприятий тогда возникло около двухсот. Одно из лучших – Рудинина Павла Николаевича. В Ленинском районе было 15 хозяйств. 14 поделили на паи, разворовали, растащили, угробили. Уцелело его, потому что землю, основные фонды вложили в качестве главного капитала и направили деньги на три цели. Первое – современные производства, суперсовременные. Второе – на строительство социальной уникальной базы. И третье – на высокую заработную плату. Вот когда Павел Николаевич шел на президентские выборы, для нас было очень важно показать, что есть реальный уголок социализма, есть реальная возможность вытащить страну, используя уникальный опыт народных предприятий. В ответ услышали хамство, приписки, воровство, невиданные провокации на телевидении и затем два десятка проверок, которые пытались дотушить это одной из лучших хозяйств. Когда президент Путин представлял Медведева, я обратился к нему и к «Единой России». Сказал, выборы закончились. Откуда там появилось 9 проверок сразу? Мы обещали навести порядок, но до сих пор пока не навели. Еще раз, еще раз заявляем свой протест против этого произвола. Но наши народные предприятия были и останутся лучшими. Они покажут, как можно создавать базу уникальную. Школа лучшая в Европе, детские сады лучшие в мире, система агропромышленного комплекса уникальна, исключительно эффективна. Зарплата самая высокая в стране – 80 тысяч. Коллектив развивается. Недавно приезжала большая делегация, 180 человек, все китайское посольство. Работали, побыли, посмотрели, приехали оттуда счастливые и сказали, вот это подлинный социалист действий. Слово Павла Николаевичу Рудину. Геннадий, у вас такой тембр голоса, что даже крепление не выдерживает. Я надеюсь, вы у меня не такой. Действительно, то, что я, и вы сегодня, наверное, все познакомились с программами Вадима Валентиновича, то, что в этой программе все то, что мы предлагали в программе «20 шагов», и что поддержали большинство нашего населения, я не знаю, как там считали, но я точно знаю, что у нас гораздо больше 12% голосов. Все это говорит об одном, о том, что мы на правильном пути. Я вообще не понимаю людей, которые могут прийти на выборы, проголосовать за представителей партии, которые предложили вот этот претензионный геноцид устроить. Я считаю, что мы однозначно предложили такую программу, и вот эти 12 шагов, они расширяют ее, углубляют то, что мы называем. Мы в совхозе построили территорию социального оптимизма. Вот такую же территорию надо построить в Москве. Причем для этого есть же все. Если у сельского хозяйства не всегда есть деньги, то у Москвы 2,3 триллиона бюджет. Я вот сейчас ехал сюда по Каширскому шоссе, там опять меняют летний бордюр на зимний. То есть денег столько, что можно и бесплатное образование, и бесплатное здравоохранение, и вместо этой совершенно грабительской ипотеки дать беспроцентные суды всем молодежи и решить все проблемы с очередниками. И мы это видим прекрасно, что денег достаточно. К сожалению, эти деньги направляются на какие-то абсолютно бездарные, на мой взгляд, проекты с искусственными деревьями, еще с чем-то. Причем все это потом ломается, приходит в негодность. Я абсолютно убежден, что в Москве должно быть больше свободы, свободы, потому что свобода торговли, свобода, ну скажем так, шествий, движений, все остальное, это все от мэрии зависит. И если наша команда победит, а у меня в этом нет сомнений, то, конечно, Москва станет действительно, не на словах, а на деле, действительно европейской столицей. Кстати, напомню, что в большинстве европейских столиц мэры социалисты. И ситуация, где мы как будто бы сейчас вильнули в сторону, отошли от социализма, должна вернуться и в наш главный город нашей страны, в столицу. Потому что это именно то место, где откуда все остальные терпают не только вдохновение, но и опыт. И если этот опыт, а 9 сентября мы должны победить, если этот опыт потом распространится на всю нашу страну, это будет только положительно для всех жителей нашей великой страны. Поэтому я абсолютно убежден, что тот человек, который ознакомился с этой программой, будет голосовать за Кумина. Я тоже приду голосовать, я теперь в Москве прописан. Так что у вас точно один голос еще плюс есть. И я думаю, что никакие договоренности о таких участках, которые трудно проконтролировать в Московской области, которые появились, все вот эти административные попытки как-то решить вопрос за счет фальсификации или там, скажем так, усложнения голосования, все это пройдет мимо нас, и мы победим. Спасибо. К сожалению, насчет честных выборов пока остается очень большой вопрос. Как только появляются сильные кандидаты, как Кумин, Шевченко, так начинаются препятствия и препоны. Вот Максим Шевченко здесь участвует у нас в пресс-конференции. Мы его выдвинули к кандидатам к губернатору Владимирской области. Он проехал все без исключения районы и ахнул, до какого состояния коренная русская область. Доведено, в принципе. И набрал немало свою поддержку и местных депутатов, но и настолько власть испугалась, что взяли целые районы, зачистили, сплошь подписали, чтобы остальным не досталось голосов для того, чтобы преодолеть этот местный порог. Я еще раз хочу выразить свой протест против этого безобразия полного. Но Максим отглавляет у нас и список законодательных собраний. У каждого сейчас есть реальные возможности. Основной лодунг на выборы, и мы с ним идем на акцию 2 сентября и 22 сентября. 2 сентября ни одного голоса тем, кто предложил людоедскую пенсионную реформу, и кто по-прежнему ворует голоса и не дает гражданам выразить свою точку зрения. Поэтому поддерживаем, напоминаем, Шевченко, поддерживаем всю нашу команду и пожелаем нашим друзьям и товарищам прежде всего мужества и энергичной работы. Пожалуйста, переходим к вопросу. Добрый день. Меня зовут Соловьева Анжелита. Я студентка Российского университета дружбы народов. Сейчас активно обсуждаются пенсионные реформы. И вчера Володин заявил, что возможно отменят пенсии за недостатка бюджета. Собственно, такой вопрос. Что дальше? Спасибо. Это был вопрос. Всем. Это правильно. Всем касается. Ну, наверное, прежде всего меня касается. Потому что я, когда увидел свою пенсию, которую мне написали, сказали, что это еще обязательство 10 лет работы. Признаюсь вам, что более циничным, более людоедским, более античеловечным и более провокационного закона за последние 25 лет я не видел. Причем мне очень понравилось, что граждане, некоторые не ознакомившиеся с деталями, кожей почувствовали, что он практически подрывает основы нормальной жизни каждой семьи. Это закон не о пенсиях, а закон об отсталости. Закон, который, собственно говоря, направлен на дно вытащить последние из карманов самых бедных, самых незащищенных, самых уважаемых и заслуженных граждан. Это распродают они то, что создавали дети войны, защищая. Мы пять раз вносили закон о детях войны. Единая Россия его забаллотировала. Они растаскивают то, что, собственно говоря, принадлежит самым обездоленным. Ведь обратите внимание, не полезли в карман к миллиардерам и миллионерам. Они их боятся. Они их не тронут. Жуликам и ворам, которые растаскивали в 90-е годы страну, тоже не тронут. Они не остановили воровство и оттоп капитала. Он удвоился за последние полгода тем жуликам, которые сегодня перегоняют за кордон. Они не хотели расследовать преступления и коррупцию, которая душит страну. Они ничего не сделали для того, чтобы навести элементарный порядок. Объем средств нецелевого расхода увеличился вдвое, достиг почти 2 триллионов. Можно навести твой. Они полезли в карман самых незащих. Причина предельно проста. Если взять бюджет пенсионного фонда, это 8,2 триллиона рублей. Примерно около трех из бюджета идет на социальные пенсии, на инвалидов, на материнский капитал. Вот эти 3 триллиона партия власти не хочет отдавать, не хочет отправлять и хотят нажиться опять за счет того, что оберут пенсионер. И в сумме, вводя плюс 5 лет мужчинам и 8 лет женщинам, они вынимают из кармана самых незащищенных почти 3 триллиона рублей. Более такой людоедской и циничной операции трудно представить. Нам очень нравится, что граждане категорически против. У нас впервые за последние 20 лет было 100-тысячная манифестация в Москве. Второго будет общероссийская манифестация. Если граждане не отсидятся, не отсидятся. Уверяю вас, они имеют полное право потребовать президента. У вас было 77% после нажима и после того, как выдавливали этот результат всеми правдами и неправдами. Сейчас 91% по опросу, граждан категорически против. Выполните их волю. Вот и все. Мы вынесли этот вопрос на национальный референдум. Хотят его замытарить только одним способом. Создать как можно больше партий движений, которые тоже выдвигают вопрос. А для того, чтобы он был вынесен, надо, чтобы в половине субъектов были созданы научные группы. Таким же образом, как выдавливали Максима Шевченкова в Владимирской области, то же самое забаллотирует возможность проведения национального референдума. Тоже мошенничество, тоже ценит и тоже безалаберность. Абсолютно прокурационный по своей сути. Мы вносили нормальный закон о пенсии. Сегодня пенсия должна быть удвоена. Она должна быть минимум 20 тысяч. Средняя зарплата должна быть 50 тысяч. И та разница в 10 триллионов, которой не хватает, я ее завтра решу. НДС отмените, 7 триллионов в казне будет. И цены будут меньше, и производство задышит, и прибыль будет больше, и пенсионный фонд прибавится, все будет. Еще отмените эти льготы нефтехазовикам, которые еще 2 триллиона. Введите в прогрессивную шкалу еще 4 триллиона. Вот вам сразу решить задышит вся страна, заработает производство. Начнется модернизация. Люди в состоянии будут покупать и производить. А сейчас каждая третья, четвертая семья вынуждена залазить в долг для того, чтобы подготовить ребенка вскоре. Поэтому я считаю, что мы не имеем права пропускать этот закон. Но еще хочу обратиться к вам. Отсиделись в ходе перестройки, когда страну у вас отнимали. Я вас призывал. Меня 50 раз запрашивали за слов народа. Отсиделись тогда, когда была воровская приватизация. Сейчас Михалков блестяще показывает весь мразм и мрак этого явления. Отсиделись, когда монетизацию проводили. Она закончилась тем, что пособие детское на три подвузника не хватает. Отсиделись, когда бабу-югу в школу вводили. Сейчас не имеете права отсиделись. Организовано, дружно, второго и двадцать второго. И никто не примет этот закон. Выйдут повсеместно, дружно организовываются. А власти не провоцируйте на улице столкновения. Мы проведем все это в рамках закона и проведем очень достойно. Я напомню, что в марте уже были выборы, а мы приходили с предложением не пенсионного возраста повышения, а пенсии повышения. Потом в мае президент написал указы, где написал, что главная задача правительства, ну и всех нас, это борьба с бедностью. Какая же тут борьба с бедностью, когда у людей просто из карманов вызывают пенсионные накопления. И поэтому это никакая не реформа, это какой-то грабеж просто. Но это же удар еще и по производителям. Потому что чем меньше денег у населения, а однозначно после того, как изымут эти деньги, денег станет и меньше у населения, тем меньше покупательная способность. Какой смысл производить продукцию, если ты не можешь ее продать у себя на рынке? И конечно выигрывают опять олигархи, потому что вы слышали, какой сейчас вой поднялся, как только помощник президента сказал, давайте сверхдоходы у некоторых сырьевых компаний заберем. Сразу все без исключения так называемые либеральные экономисты и все остальные стали качать, ой, обрушится фондовый рынок, ничего не обрушится. Но они за последние полгода стали богаче почти на 14 миллиардов долларов. И это официальные данные. А деньги изымаются у пенсионеров. И поэтому вот спасение утопающих дел рук самих утопающих, я абсолютно согласен, Георгий Андреевич, только тогда власть поймет, когда мы все выйдем на улицу и скажем, нет, никакой пенсионной реформы в таком виде быть не может. Поэтому мы вас всех призываем, поймите, что это у каждого из вас из кармана деньги изымает, вот и все. Вадим Валентинович, блестящее письмо к вам обратился и к правительству. Почитайте, посмотрите, оно в литературном плане написано, гениально. Он правильно говорит, в Москве достаточно денег, чтобы не проводить это. Пожалуйста. Мы исходим из того, дорогие товарищи, что правительство Москвы должно защищать москвичей и выступать категорически против таких случаев, против Кремля, против правительства России и говорить, что мы с этим не согласны. Такого в Москве не будет. Вы знаете, когда они хотят, у них очень сильно работает ресурс административный. Они могут многое делать, все это на наших глазах с вами происходит. Фактически любое предложение на федеральном уровне правительство может продавить Москвы, потому что Москва это столица, это особый статус и особые возможности. Сильнейший ресурс, включая личный ресурс Сергея Собянина. Вы знаете, какие он должности занимал ранее. Но в противном случае, если не удается, и если эту реформу введут, Москва должна платить своим гражданам. Либо защищать их, либо, пожалуйста, платить им. Вот вся ситуация. Вряд ли кто-то из москвичей откажется поддержать старших. Такой ситуации. Вряд ли кто-то откажется. Нужно перераспределить с моей улицы, с программы, с этих всех мегапроектов, перераспределить деньги тогда и решить этот вопрос. Кстати говоря, мы в своей программе настаиваем и на немедленном повышении пенсии. Бюджет Москвы тоже это может вполне сделать, потому что уровень жизни в Москве не уровень жизни, уровень жизни низкий, так скажу. Из-за того, что цены огромные. Отличаются в два-три раза от цены между регионами и Москвой на основные товары, первая необходимость. Поэтому 17 тысяч рублей нынешних для пенсионеров в Москве, это фактически невозможность свести с концы с концами. Это то, что человек просто не может обеспечить себя никаким образом. Жизнь ему здесь не по карману в Москве. Поэтому мы считаем, что немедленная мера это 24 тысячи рублей минимум. Немедленная мера. И она подтверждена всеми расчетами, нашими расчетами, возможностями бюджета Москвы. И фактически мы говорим о том, что нужно вернуть то, что было раньше в полном объеме. Это называлось московские надбавки. Это был предмет гордости столицы. И Москва должна к этому вернуться. С этой ситуацией, с возвращением к этой нормальной практике, 24 тысячи рублей может быть минимум с 1 января 2019 года. Вот пункт нашей программы. Мы внимательно со специалистами все просчитывали. Это абсолютно реальная ситуация. И, конечно, весь ресурс и все силы против людоедского этого закона. Вот это вот наши ближайшие задачи. Спасибо. Вот здесь Нина Астанина, она возглавляет женское движение «Женщины за социализм». Я обращаюсь еще раз к женщинам. Никаких «Если» нельзя пропускать этот закон. Могу объяснить, почему. Для страны смертельно. У нас с 70-го по 70-й год население по 90-е увеличилось на 18 миллионов человек. За эти 25 лет сократилось на 9. 7 миллионов прибежало мигрантов. И все равно в минусе только мы. Американцы прибавили 77 миллионов. Французы, которые долго топтались, 10 миллионов. Англичане прибавили 9 миллионов. У нас русские области потеряли 7% населения. А в целом, если взять мою родную Орловскую, она в войну потеряла меньше. 150 тысяч потеряла. Тульская 350 тысяч. 380 потеряла рядом Калининская, Тверская области. И если... Сейчас мужик не доживает до 60 лет на Чукотке, в Хакасии, в Еврейской автономной. Весь Север, вся Сибирь, все русские зоны, русские классические области. 61-62 год. Когда вам Топилин рассказывает о том, что быстро растет, проложить жизни, это полная брехня. За 25 лет она выросла на 3-3,5 по их статистике. А на самом деле меньше. Сейчас то, что он планирует, будет расти по полгода за календарный год. Раньше росла она полтора месяца. Это тоже брехня. С чего она будет расти? Медицину ее погромили почти полностью. 17 тысяч населенных фунтов не имеет никаких медицинских центров. В два раза сократилось количество больниц и коэт. 13 тысяч разорвленных акушерских фунтов. С чего она будет расти? Продовольствия не стало больше в семье. Детские семьи с двумя детьми почти все нищие. Поэтому, когда предлагают это, они просто предлагают удавку на шею. И прежде всего, женщине-матери, вашей сестре, вашей дочери. Категорически убеждайте всех, говорите. И активно участвуйте 2 сентября и 22-го. Уверен, что если выйдете активно, дружно, организованно, этот закон не будет принят. Готов закон нормальный. Мы его еще в 16-м году унесли. Пожалуйста, Настя. Сейчас в интернете много очень идет информации, что один из наших друзей-кандидатов вдруг на садовом товариществом прокладывает в дорогу, где строят там детские площадки, спортивные площадки. Мы как-то считаем, что это прямой подкуп идет избирателю. И неизвестно, на чьи это еще делается деньги. Вы, товарищи, это частная лавочка. Не считаете ли вы целесообразным, как снятие этого кандидата с выборов? С лаборатору, а оттуда деньги на это? Спасибо. Вы говорите о ком, как говорите? О главном. О главном конкуренции. Мы что думаем по этому поводу? Мы видим, что многое творится нехорошо в плане освещения компаний, в плане действий власти. Опять путают функции государственной, так называемой, государственного управления и функции предвыборной компании. Все опять смешалось. Все уже запутались, где что как. Мы внимательно собираем факты сейчас. Наша юридическая служба готовит некие обобщения. В ближайшее время вы увидите наши искры. Я думаю, что здесь за нами не постоит. Нам только нужно грамотно здесь действовать. Потому что вы знаете, что власть в таких случаях всегда заодно. Они все вместе. Разные ветви власти работают заодно. Поэтому нам нужно бить в точку. Иначе будет как с ЦИКом, который признал вопрос референдума слишком сложным для россиян. Так ведь они сказали. Подготовили 8 проектов законов на эту тему. От Каибов контроль. Обязательные дебаты, которые должны быть полноценны. А не та пародия, которая была в ходе президентских выборов. Все сделать для того, чтобы можно осуществить ручной пересчет. Давайте активнее работать на улице. Власть больше всего боится улицы. Организованных, дружных, продуманных выступлений. Когда они смотрели московский митинг в прямом репортаже, то они удивились, что пришли работающие. С 20 лет по 55 лет. На улице 32 градуса было Сахара. С каждой минутой участников не убывало, а прибавлялось. Вот это их больше всего ввело в шок. Они начали думать, что делать с этим законом. Активно готовимся, будет все в порядке. Следующий вопрос, пожалуйста. Андрей Захаченко, Федеральный общественно-политический портал «Свободная пресса». Вадим Валентинович, вопрос к вам. Недавно был озвучен формат дебатов, который подразумевает, что кандидату мэра Москвы на каждый ответ предоставляется не более одной минуты. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете этот формат дебатов информационным и нужны ли вообще такие дебаты? Ну, у нас власти не отличаются оригинальностью. Идет абсолютное повторение кампании по выборам президента. От начала до конца. Вы помните формат дебатов на выборах президента. Наш кандидат посмотрел на это и высказался соответствующим образом. Я вот сегодня буду участвовать впервые в таком мероприятии. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Но совершенно точно, что уже предпринятые и правительством Москвы шаги говорят о том, чтобы они не заинтересованы в честном обсуждении, открытом обсуждении московских проблем. Поэтому не участвует кандидат от партии власти Сергей Собянин в выборах. Поэтому предложен формат, который фактически не дает возможность участникам высказать какую-либо позицию. Мы сегодня посмотрим, как это, повторяю, выглядит. И примем соответствующие решения по факту. Но мы считаем, что, тем не менее, возможность донести кратко и четко свою позицию до москвичей – это важная составляющая. Сегодня есть интернет. Все это пойдет в народ, в массы. Вы сегодня увидите, что будет весело. Я приглашаю всех посмотреть. А дальше примем соответствующее решение по итогам. Спасибо. Я считаю, что в ходе президентских выборов пустили редкую возможность обстоятельно обсудить проблемы. Если бы их обсудили, проблемы. Сто раз обсуждаем Трампа, 200 раз Украину, 300 раз Крым. А главные темы, внутренние, они остались за кадром. Внешняя политика вроде патриотическая, а внутренняя – либерально-олигархическая. А с точки зрения пенсионной – грабительская. Почему не обсудить эти проблемы? Я считаю, вполне Собянин и Кумин могли бы вдвоем встретиться и обсудить эти проблемы. И, должен сказать, пошло бы на пользу всем. Что касается кандидатов, да, наша партия и на президентских выборах, и на местных везде получила второй результат. Полное моральное право имеем на требование проведения подобных дебатов. Что касается президентских дебатов, я был просто поражен. Даже у талантливого журналиста Соловьева все это попахивало провокацией. То, что они устроили там с Сурайкиным, вообще было подло и мерзко с любой точки зрения. Вот Филатова сидит Ирина, блестящий Ирис. Сколько у нас Ирис? 100, по-моему, материаловы легли на стол, Панфиловы. Ну, ничего мы по сути не рассмотрели. Я не знаю, за что там орденами награждали. Позорище. Ордена не надо унижать с такими наградами и прочее. Нам мы обязаны восстановить нормальные дебаты. Общество это требует. И от этого все только выигрывают. Павел Николаевич провел дебаты с обществом. Он проехал все ключевые регионы. У него единственные двери были открыты для всех без исключения. Для всех, кто угодно приходил. И оппоненты, и противники, и друзья, и союзники. Максим Шевченко выступал блестяще, вместе с ним проехал. Целая команда выезжала в Русь. Он провел встречи, не боялся, выступал. Огрызки показывают и ни одного кадра из зала. Огрызки и ни одного кадра из зала. Это унижает и телевидение, и журналистов. И все общество унижает. Люди там были, видели. А с другой стороны, сейчас невозможно перекрыть. В сетях уже все, кому нравится и не нравится, посмотрят прекрасно. Он у меня помощник взял и отснял всю колонну. От Садового кольца до площади трех вокзалов. И когда говорили, там пять тысяч собралось. Ну, любой нормальный человек смотрит эту километровую колонну и говорит, ну, это чушь полная. Поэтому Павел Николаевич сейчас скажет, что он думает. Ну, у нас есть такая пословица, в споре рождается истинно. Если человек спорит с кем-то, то он высказывает собственную позицию. Это больше раскрывает его отношения и будущее действия. И поэтому вы поймите, что выбор... То есть, вроде как, дебаты были, на самом деле дебатов не было. Я абсолютно убежден в том, что одну минуту... Никакой особенно серьезный вопрос за одну минуту раскрыть невозможно. Но у людей должно быть понимание, за что и как они голосуют. Если человек не выходит на дебаты, то в цивилизованном обществе его снимают с выборов. Ему нечего сказать людям, что ли? Или он боится сказать, что потом будут, после того, как он, если победит, будут такие, скажем, реформы, от которых будет вся страна или весь город платит. Поэтому я считаю, что это нечестный поступок уходить с дебатов. И это не красит кандидатов. Второе. Еще раз. Вообще-то кандидаты должны определять, как будут проведены дебаты. Потому что это кандидаты. А у нас какой-то орган принимает какое-то решение, а потом говорит, что это не мы. И мы очень с Ириной знаем, что друг на друга ссылаются средства массовой информации и цик. Правды не найдешь. Один говорит, что это они виноваты. Другой, что это вы виноваты. На самом деле, как будто бы никто не виноват, а выборы прошли. И после этого говорят, что мы не звонили, ничего не говорили, никого не пускали. А как это произошло? Идите в суд. И тут вот Вадим Валентинович прав. У нас все три власти назначаются одним человеком. И судебная, и фактически законодательная, и исполнительная. И в результате они все действуют как одна. Хотя принцип разделения властей... А потом на него вообще с вами. Да. И вот тут надо понимать, что мы за честные дебаты, за равные права. Всех без исключения. Я считаю, что Вадим Валентинович примет правильное решение по поводу этих дебатов. Но люди должны знать позицию всех, без исключения этих кандидатов, чтобы не было таких сюрпризов, которые произошли сейчас. С пенсионной реформой, с повышением налогов, с объединением населения. Люди, кандидаты должны заранее говорить, что они собираются делать. Спасибо. Здравствуйте, Ярошевич Ален. Я представляю портал Национальный туристический союз. Мой вопрос к Борисову Вадиму Валентиновичу. Скажите, пожалуйста, какую роль в экономике города вы отведете к туризму, если станете мэром Москвы, и в рамках сложившейся экономической блокады планируете ли вы привлекать всех иностранных инвесторов, чтобы развивать туристическую инвестору города? Спасибо. За вопрос спасибо. Очень важный вопрос. У нас уникальная ситуация в мире. Мы вообще впереди планеты всей. Что у нас туризмом может заниматься кто угодно. Вот не надо для этого ни лицензии, ни разрешений, ничего не нужно. И вот вы, например, приехали из Китая, условно говоря, или откуда-то. Вы гид, вам не нужно никуда идти. Вы получаете деньги с китайских туристов, а город при этом не получает ничего. Здесь картина, что весь туристический бизнес находится в тени Москвы. Крайне небольшой приток денег в Москву. Все мировые мегаполисы живут на этом, кроме Москвы. И у нас есть мэр-турист, будет сейчас, конкурент мой. Он же возглавляет там туристический комитет в ряду. Вот в один из вопросов мы зададим, а что сделано руководителем туристического комитета, к тому, чтобы вообще хоть как-то вывести этот бизнес из тени. Это ведь законодательная проблема. Это проблема то, что у нас все разрешено. У нас никого ни о чем не надо спрашивать. Вот представьте себе в Китае, вы приедете, вот гид российский, знающий китайский язык, и пришел, вышел ты, так сказать, принять российскую делегацию. Ну не делегацию, а туристическую группу. Что произойдет? Вы минуты не проработаете. Вам не дадут ни одной минуты проработать. Это будет немедленный арест, предъявление обвинения и тюрьма там. Очень сильная, долгая тюрьма. У нас это все разрешено всем. И мы знаем позицию Ростуризма, они просто кричат, бьются в правительство. И к тому, чтобы это дело немедленно преодолеть, они призывают правоохранительные органы подключиться к этому. У нас рука руку моет, никому это неинтересно, вывести бизнес из тени. И законодательно для этого не делается ничего. Поэтому приоритет этой работы очевиден. Это главный источник дохода. Мы требуем, чтобы правительство Москвы перестало зарабатывать на москвичах. Мы с вами платим налоги, этого достаточно. Зарабатывать надо на туристах, на иностранцах, которые сюда приезжают. Это вполне нормально, это мировая практика. На этом живут, повторяю, все мегаполисы. А у нас много туристов, но зарабатываем на москвичах, а с туристов не берем ничего. И более того, даем разрешение работать черным гидам и черным экскурсоводам, черным компаниям. И даем деньги оставлять там, в тех странах. То есть сюда люди приезжают, а все деньги остаются там. Откуда люди приезжают? Недопустимая ситуация. У нас тут есть конкретные предложения. Мы достаточно быстро с этим делом разберемся. Это вопрос, лежащий на поверхности. Но опять нужно немножко применить ресурс в законодательной сфере. Не разглагольствовать там, не бла-бла, а просто взять и сделать что-то. Вот и вся ситуация. Великолепный агротуризм, Павел Николаевич. Я приглашаю. Просто в восторге будет. Просто в восторге. Пожалуйста. Вы задали вопрос интересный. В нем два вопроса. Первое. А что это за иностранные инвестиции? Вы понимаете, что весь мир набит российскими деньгами? Деньгами олигархов. Вы посмотрите, что творится в офшорах. Мы тратим сумасшедшие деньги. У нас достаточно своих средств, чем нам иностранные инвесторы. Но уж если говорить о туризме, я вам сейчас одну историю расскажу быстро. В Санкт-Петербурге, знаете, раз в день, в 12 часов стреляет пушка. Кстати, китайский гид, китайским туристам говорит, дайте по 10 долларов, я сейчас договорюсь, пушка выстрелит. Собрал со всех. А рядом стоял мой товарищ, который знает китайский язык. Она говорит, и вот таким образом происходит что-то, что мимо кассы уходят деньги. Причем это мошенничество по большому счету. Но если вы действительно, в чем право, если вы попробуете в Барселоне провести экскурсию, не имея на это лицензии, вы полчаса пройдете, потом вас остановят. И все. И поэтому надо, во-первых, обелить этот бизнес. Эти доходы направить на инвестиции, опять же. И тогда все получится. Просто у нас все время, если какие-то допуски, государство все время дает возможность кому-то заработать, чтобы потом знать, что с ним сделать. Или забрать этот бизнес, или его каким-то образом обложить, так называемые, коррупционные составляющие. Вот и все. Поэтому нужно сделать все белым, вывести на чистую воду и начать инвестировать в собственную страну. Не в американские ценные бумаги, а сюда, к нам. Тогда и деньги появятся для того, чтобы пенсии поднять, и бесплатное образование, и бесплатное здравоохранение. Но у Москвы, я думаю, деньги уже есть. Спасибо. Еще есть одна сторона этого вопроса. Наверное, обратили внимание, что при послании президента особо подчеркнулось, надо войти в ближайшие годы в пятерку самых развитых стран. Значит, США, Китай, Япония, Германия. В пятерку. Дальше идут Великобритания, Франция и Индия. Они производят сейчас в год на 2,6 триллиона долларов валовый продукт. Мы на 1,6. Мы сейчас 11. Если мы не выйдем на мировые темпы 3,5, а чтобы пятерку войти, надо выйти на темпы 6-7%, то это ключевая позиция, от которой зависит все. И образование, и новые технологии, и туризм будет провалено ровно через год. Мне казалось, что после постановки такой амбициозной, для всех нас исключительно важной задачей. Мы 90 лет имели темпы выше мировых, а сейчас 10-й год топчемся на ровном месте. Вместо того, чтобы решать, вот вносятся людоедские реформы, накручивают цены на бензин и солярку и прибавляют 2% на НДС. Китайцы его не уменьшают, а мы прибавляем. Поэтому вся политика, которая проводится нынешним либеральным правительством, она абсолютно провальная, и если она в ближайшие полгода не будет изменена, крах будет всем установкам президента, и потом на него все это свалили. Редакция КПРФ РУН. Геннадий Андреевич, вам вопрос. Вот сейчас в связи с новыми санкциями международными, то, что доллар это не изменился, рублю. Снова заговорили о дефолте. Как вы думаете, это настолько реально такая угроза, повторение этого дефолта? Потом, значит, второй вопрос. Скоро придет съезд пчеловодов международных в Москве. Вот примете ли вы в нем участие? И, Вадим Валентинович, вам вопрос. Вот из старой команды, в свою новую команду, там наверняка же есть продельные люди, дельные санкции, но никто вы с собой возьмете в новую команду, предустроите? Насчет дефолта, вот у нас тут в газете есть, на последней полосе написано, коммунистам лучше прислушиваться до революции, а не после. Не испытывайте терпения людей, деньги есть, они все у вас. Деньги есть, они все у чиновников. Мы предлагаем их отдать, иначе народ придет за ними сам. Граждане придут сами за деньгами. Денег много, деньги все у чиновников и у олигархов. Профицит бюджета за первое полугодие страны, государственного бюджета Российской Федерации, 800 миллиардов рублей. Профицит бюджета. Гайки закручены до предела. Продолжается либеральная политика, которая настроена на то, чтобы держать деньги в кубышке. Где в кубышке, непонятно. Денег огромное количество. Нет бы закрыть дырку в пенсионном фонде и снять вопрос о реформе дурацкой этой. Нет, надо отобрать, потому что там непонятно, сколько дырка. Там приложились все за 20 лет, кому не лень было приложиться. В итоге мы сейчас имеем то, что имеем. Итак, деньги есть, дефолта не будет. Деньги нужно правильно распределить. Направить туда, где будет точка роста. А не зажимать гайки. Иначе деньги кончатся, а производства никакого не будет. Роста и перспективы не будет. И дефолт будет тогда, когда деньги кончатся, а производства не будет. Если мы не начнем производить и делать что-то новое, значит, деньги кончатся быстро. Тут поскорим. Я не согласен. С таким правительством дефолт неизбежен. А вы что не понимаете, что сказал спикер парламента Володин? Главное, он же видный единоросс, он знает гораздо больше нас. Он сказал, слушайте, скорой государственной пенсии, скорее всего, не будет. Он же практически предопределил, это дефолт не более чем. И поэтому, если дальше такая политика по отношению к производителям, к жителям, к борьбе с бедностью, продолжится в правительстве, дефолт неизбежен. Другое дело, что мы приходим со своей программой и говорим, слушайте, ну надо как-то вот, Владимир Владимирович правильно тут процитировал, слушайте, надо до революции слушать здравомыслящих людей. Да, у нас всю жизнь мы жили общины, у нас всю жизнь главное было, чтобы общество было стабильным. Невозможно построить общество, где очень маленькое количество богатых и огромное количество бедных. И среднего класса же не существует, потому что попасть в больницу для семьи, так называемой, средним достатком, это уже фактически стать бедными. А рождение двух детей, даже в Москве, это сразу за чертой бедности оказываешься. И поэтому, если дальше такую политику продолжать, ну неизбежен дефолт, это понятно. И поэтому Геннадий Андреевич вот тут книгу написал про 20 лет дефолта, но как бы ему не пришлось еще одну книгу писать, преддверие дефолта. Нам бы не хотелось этого, поэтому давайте будем слушать все-таки Геннадия Андреевича, здравомыслящих людей и наши предложения, и в том числе программу Кумина. Неважно там, как они посчитают, главное, чтобы программа действовала, вот эта программа, это выход из кризиса. Я вот поддержу, скорее, Павел Николаевич. Мне казалось, СССР невозможно развалить. Почти 20 миллионов человек, кто возглавлял все институты власти, армии, полки, соединения, все клялись и божились, что будут защищать Единый Союз. Я притягал к Красному Знамени, служил три раза в Советской Армии, я полковник Советской Армии. Я выполнил свой долг, и когда меня допрашивали, сказал, я один раз принимал присягу и клялся трудовому народу, я буду нести от креста до конца своего. Переметнулись, развалились, растащили. Мне казалось, такую богатую страну, как нашу, невозможно довести до дефолта. А когда посадили Чубайса и свору почти 65 СРУшников, я публиковал персонально, кто состав сидел. Они продавали целые страны Латинской Америки. Я писал целую работу закрытую, как это делалось. Он же продал под их диктовку вашу собственность, не за 70 лет советской власти, а за тысячу лет. Меньше 3% реальной стоимости. Сейчас Никита Михалкова спустя 20 лет показывает, за сколько продавали завод, с 30 тысяч работающих авианосцев. Но мы об этом 20 лет твердили. Степашину хватило, может, что-то посчитать. В 2004 году принес нам заклад. Я 5 раз пытался его на Думе рассмотреть. Все, табу. И сейчас деньги да есть. Деньги есть 200 упырей. Захапали денег на 500 миллиардов долларов. Больше, чем все остальное население страны. И не хотят платить нормальные налоги. Я бы на их месте первый прибежал к Путину и сказал, соберитесь иметь на нас нормальные. Мы готовы 4 триллиона отдать, только не дразните население, не втажните его в противостоянии. Что вы делаете в пенсионной школе? Они же молчат. Молчат и духовные институты молчат. Хотя бить надо в напад и тревогу. Я в Думе им рассказывал, как Рузвель поступал. Вы же его поврежденцельеете. Они из него сделали такого поймальщика. Я ему три способа его вытащить в страну рассказывал. Бандиты вам показывают фильмы. Целые Чикаго были под бандитским патронажем. Он собрал и говорит, что делать будем? Они говорят, ну у нас демократия, нужны суд, нужны свидетели. Он посмотрел в глаза, говорит, ты пойдешь свидетелем? Все присели. Ты никогда до суда не дойдешь. Своим указом, я говорю, беру у себя личную ответственность. Создал два подразделения, когда бандиты схватывали Чикаго, пленных не брали. Через полгода отстреляли в основном, остальные разбежали. Потом позвал воров, которые наворовали. Сказал, с вами некогда мне заниматься. Я вам проведу дорогу в теплое место. Построю электростанцию. Вы туда вложите свои капиталы. Так родился Лас-Вегас. Так родился. А потом позвал в этих упырей, по-нашему, олигархов. И сказал, половину отдадите мне своих капиталов. Откуплюсь от бедных, накормлю голодных, организую общественные работы и выдачу страну, которая разваливается. Они говорят, с кого, с чего? Он говорит, если не согласны, через год будет то, что в России было в 17-м. Потеряете и деньги, и головы. Все почти сдали. А это сидят на кубышке, не хотят ни налоги платить, не хотят ни детям помогать. Вечером показывают полумертвого ребенка собирать по копейке. А у них там третья, пятая, десятая яхта, одна длиннее другого. И налоги не хотят, и не хотят спросить. Поэтому я считаю, что если так дальше будут хозяйствовать, прежде всего будет дефолт недоверия. Это означает политический дефолт. А наша страна не может существовать без нормальной исполнительной власти. В этом отношении надо прежде всего Путину задуматься. Те, кто вносят эти законы, повышают цены, они его решили выгнать с работы. Они его решили. И вся эта либеральная свора в голове с Шубайсом, как сидела, так и сидела. Затаили. Сейчас тащат Ельцин-Центр сюда в центр Москвы. Отравили весь Урал, сюда тащат. Если москвичи выпустите это убожество сюда, грошится на вам всем. Поэтому проявите характер и волю. Тогда прохлопали в 91-м страну. Сейчас вы должны все сделать, чтобы страна развивалась успешно, а без справедливости дружба народа она жить не может. Поэтому вопрос сейчас стоит ребром. Поэтому мы активно поддерживаем Кумина, которые социализированы программой выступать. Пожалуйста. Меня зовут Кунченко Самир. И в связи с проблемой молодежи, это покупка жилья, у меня такой вопрос. Я студент, и я бы хотел купить себе квартиру, но, к сожалению, после окончания обучения нет перспектив даже ее получить, не то что на нее накопить. И такой вопрос. Что делать, и какие будут ваши планы, действия для решения этой проблемы? Да, есть два слова. Мы выступаем за то, чтобы город Москва, лице правительства, стал крупнейшим арендодателем. Для этого он должен сам строить жилье. Раньше это было. Раньше и город строил. Была такая фирма «Мосстройинвест» и департамент инвестиционного строительства, правительство Москвы. Я свою квартиру первую приобретал именно у этого департамента. По хорошей цене. Это было открытое, продажа и так далее. Все это потом ликвидировали с приходом Собянина. Второе. Город получал долю в инвестиционных проектах. 10, 15, 20%. Которая шла на выплаты очередникам, на социальное жилье и на то, что называется, для нужд города, квартиры. Все это тоже сейчас похерено в пользу компаний строительных труб. Этого уже нет. Вот мы предлагаем в программе вернуться к этим двум вещам. Это ничего нового нет. Так работают все мэры, социалисты в европейских городах. Например, в Германии убрали аэропорт, Тегель переносят. Значит, на место этого можно строить какой-нибудь деловой квартал или Зиларт, а там строят социальное жилье в объеме 50 тысяч квартир. Так вот, мы говорим, что город должен быть основным арендодателем, и жилье должно поступать молодым семьям. По льготной ставке арендной, чтобы не зарабатывать на них, а чтобы молодежь имела возможность стартовать в жизни. И платя очень небольшую аренду доступную, имела возможность выкупить потом через 10 лет это жилье. Вот такая программа будет нашим приоритетом в жилищной политике. Мы считаем, что это необходимость. Осознанная необходимость, которую нужно делать, и делать прямо с завтрашнего дня. Спасибо. Я вообще молодой семье дал возможность, по сути дела, получить полноценное жилье с условием. Вот вам мы оплатим, вы будете рассчитываться. Родите первого ребенка, спишем 25%, второго, пятьдесят, третьего в расчете. Потому что мы все заинтересованы, каждая молодая семья, чтобы имела 3-4 ребенка. В противном случае мы не вытащим в 21 веке. Нам надо иметь 200 миллионов, для того, чтобы быть конкурентоспособной, и умели бы обживать эти 15% суши, которые досталось от отцов и дедов победителей. А их надо обживать, охранять, эксплуатировать, использовать. В противном случае нас разорвут по хлещам Ливии, и рак вместе взятых. Поэтому тут вот Павел Николаевич эту проблему решил блестяще. Я не раз ездил вручать ключи молодым семьям, механизаторам, работникам его, шикарное жилье. Ну вот пошел на выборы, и чуть не сорвали нам вот шикарного дома. Чуть не сорвали. Пришлось опять в рукопашную сражаться за то, чтобы отстоять право в полноценное жилье. У него хорошее жилье. Ну, кстати, вот это же принцип беспроцентные суды. Если москвич молодой улучшает тебе должны жилищные условия, ему дается квартира, а он выплачивает на протяжении 15-30 лет. Но только не вот эта грабительская ипотека, где проценты такие, что невозможно их выдержать. Да, и поэтому это все есть и у нас в нашей программе, которую мы готовили к марту, и сейчас в этой программе есть. Потому что все-таки государство должно думать прежде всего о людях. И тут написано, Москва — это люди. И поэтому молодые люди — это будущее нашей страны, будущее столицы. Поэтому все, в принципе, ничего придумывать не надо. Кстати, я вам напомню, что в Советском Союзе 160 миллионов квадратных метров сдавалось и бесплатно выдавалось гражданам. На это находились деньги. А куда эти деньги пропали сейчас? Количество нефти, газа и всего остального оно не уменьшается, а увеличивается. На внешнем рынке цена, кстати, гораздо выше, чем в советское время. Денег хватает на все, хватало бы на все. Надо просто врачительно их использовать. Вот программа, прекрасная программа. Почитайте, понимайте. Каждый голос за Кумина, это голос за себя. Противпенсионной реформы. Это голос за то, чтобы Москва была для людей, чтобы государственная служба была служением, а не местом, где реализуются свои какие-то личные планы. Поэтому голосуем за Кумина. Согласны? Пожалуйста. Благодарим наших уважаемых выступающих за интересные содержательные выступления и ответы. На этом наша пресс-конференция заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова